Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... Продолжение следует... Девятый стих... Ибо мы соратники у Бога, а вы Божья Нива, Божие строение... Соработники... Соработники... Прошу прощения... Продолжение следует... Мы... Продолжение следует... 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 Прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние сеном и соломой. Днем называют день суда. В огне, говорит далее, открывается, то есть обнаруживается, каковы дела сами в себе. Золото ли, или что противное. Стихи 14 и 15. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Толкование. Если у тебя серебро или золото, то дело твое уцелеет, и ты получишь награду. Если же у тебя сено и тому подобное, то дело твое не выдержит силы огня. Это значит, выражение сгорит, но обнаружится, что оно худо. Если бы кто перешел реку огненную в золотом вооружении, то вышел бы на берег в более светлом виде. Но если бы через ту же реку пошел другой с сеном, то не только не получил бы никакой прибыли, но погубил бы и себя. Так будет и с делами. Следовательно, вера без добрых дел не приносит пользы. Ибо вот здесь основанием служит Христос, но дела, совершаемые не по закону Христову, осуждаются на сожжение. Сам он не погибнет так, как его дела, не перейдет, то есть в ничтожество, но спасется, то есть сохранится целым, чтобы гореть ему в огне. И у нас о том дереве, которое нелегко сгорает и обращается в пепел, говорят обыкновенно, что оно остается целым в огне. Так что для сожжения его употребляется довольно много времени. Итак, грешник несет потерю от того, что трудится над такими делами, от которых погибает. Стих 16. Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Толкование Обращает речь к согрешившему, и смотри, как успешно приводит его в стыд. Именно благодатью, данной нам, то есть обитанием в нас Духа, пристыжает согрешившего, хотя и не выставляет ясно лица его, но говорит вообще. Между тем, если мы Храм Божий, потому что в нас живет Дух, то следует, что Дух есть Бог. Стих 17. Если кто разорит Храм Божий, того покарает Бог, ибо Храм Божий свят, а этот Храм – вы. Толкование. То есть погубит. В этих словах выражается не проклятие, но предсказание о будущем. Следовательно, блудник не может быть святым, так как он перестал быть Храмом Божиим, изгнав освящающего его Духа. Кто же составляет этот Храм? Вы, если пребудете чистыми. Богу нашему слава. На веке. Аминь. Аминь. Большое спасибо. Субтитры сделал вас. Через неделю начинается Успенский пост. Помните. Воскресенье. Загивание на Успенский пост. Пост две недели. 14 по 28. 19-го числа праздник Преображения Господня. Значит, в народе говорят, люди говорят, а когда будет, говорит, Медловый Спас, там и... Ореховый. Ореховый, яблочный Спас. Спаситель один. А это так вот придумали люди, что к тому времени, когда праздник, допустим, Преображения, то освящаются яблоки. А почему яблоки? Про яблок нигде не сказано. Освящается только виноград. И молитва читается, освящение винограда. А яблок это уже у русских. Да и Ева-то, говорит, и... Змей, говорит, дал яблоко съесть. Где там про яблоков написано в видео еще? Нет и ничего. Вот. Ладно. Но некоторые так соблюдали строго. Я скажу, даже про отца он не очень был строго верен. Но вот это до Преображения яблока он никогда не съест. Нельзя. Это бабушка еще наказывала. Нельзя. До Преображения яблока есть нельзя. Спаситель Один. Вы слышали сегодня? Как? Вера, слышание, слышание Слова Божия. Можно читать. Я, говорит, читал, а ничего не понял. Почему не понял? Ну, потому что почва не такая. Не проготворил почву. Хотел слышать, но не услышал. Хотел увидеть, но не увидел. Я, говорит, был там. Везде ничего такого не увидел. Там все обыкновенное, как везде. Ничего особенного нет. А другой человек был. Я, говорит, пришел. Мне рассказывал один. Даже не православный. Я, говорит, был подвыпивший, говорит. И иду, говорит, думаю, где бы еще зайти выпить. Смотрю, что-то машины стоят. Дом какой-то. Зайду-ка я, говорит, туда. Зашел. А там шло собрание. Баптисты там же, 50-ники были. Он, ох, я не там. Нет, 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 ты сюда попал. Сюда его задержали на скамеечку, посадили. Там, да нет, 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 послушай, сейчас еще будет. Ну, и до конца собрания его продержали. Просидел он, послушал. И что? И после этого он больше пить, говорит, не стал. Коснулась его так, коснулась что-то. И он стал прихожанином этой общины. Видите, как бывает, что-то. Тогда даже Господь открывается слухом. Хотел что-то, что-то услышать. Мы читаем о житии Агустина. Или блаженного Агустина. Как он вел, какую жизнь он был. Отец рано умер. Но был богат. И оставил их в большое наследство. Мать была христианка. Но и она очень хотела видеть, чтобы ее сын был христианином. А он что, молодой юноша, имеет деньги. Он гуляет. Там друзья, соответственно, такие же друзья. Мать молится о нем. Он говорит, в ресторан. Она у входа в ресторан молится. Господи, не дай им умереть, чтобы увидеть мне сына, чадом твоим. Он собирается, едет в другой город, Медиалан. Это считался город такой, ну, разве ты такой город? Там много всего есть. Наслаждение. Она просит, Господи, наведи там на море, чтобы корабль не дошел туда. Значит, он погибнет здесь уже, в этом-то городе. А там он совсем все. А Господь ведет другими путями человека. Он идет однажды, идет, слышит. Открыто как бы окно было. И голос что-то говорит. Оратор какой-то говорит. А он любил ораторствовать. Он зашел. А там это Амбросий Медиаланский проповедовал. И он там остался навсегда. Стал блаженным Агустином. Мать-то его не хотела это выпускать. Думает, что там все. А Господь именно ввел туда, чтобы он встретился. Там услышал это. Здесь он не мог этого услышать. От матери он слышал только просьбу, вещания какие-то там это все. В народе это и есть так, говорит. Если, говорит, что она, говорит, сильно верующая, то муж будет обязательно неверующим. Так это такое, говорит. Ну, почему? Будет она каждый день. Ты давай там это, кайся, вводи фоклоны там это. Ну, дать этим. Надо смотреть немножко. Вот, я говорю, барабаш, ты что не сеешься еще? А что, говорит, сеешься? Земля сухая, говорит, это без толку сеять я буду. Сейчас земля сухая. Хоть маленько пройдет дождь, чтобы хоть сверху немножко влага. Тогда сеять надо. Понимаете? Некоторые долго не сеяли, не сеяли дождь. Прошел, все сразу сеять начали. И взошло тогда. То есть сеять и смотреть, почва-то она какая. Каменистая или сорняка. Сорняки, значит, потихоньку как-то помочь очиститься от этого, чтобы оно, слово, дошло до слуха. И сердце приняло бы его. Ну, что, у нас потеряете, все идет своим чередом. Как некогда говорила одна наша прихожанка, еще юная, ей было лет, наверное, восемь. Приехали с района и встретили ее там. Девочки, подожди, как же вы здесь живете? Да мы живем хорошо. А чем же вы здесь так занимаетесь? А что, у нас все идет по кругу. А как по кругу? А что это по кругу? Ну как, Рождество, Пасха, День деревни, престольный праздник. И опять все по кругу у нас идет. В праздники все назвала. А другую, пожилую, встретили уже. И говорят, как вы здесь живете? Да ничего, хорошо живем. Ну, у нас все так хорошо, только у нас здесь строгий режим. Особный. Диктатура. Строгий режим, говорит. У вас, говорит, тоска, наверное, здесь тоска мучила. Ой, тоска нас замучила. Вот я сегодня уже третий раз тащу, вот с того конца сюда внизу, говорит. Ей, уж ноги держат. Тоска нас там. Накрыла. Понимаете, как это можно услышать, что те, например, тоска, что тоскливо здесь чем заняться. А это тоска, то есть, тоска еще есть. Наш русский язык, говорит, очень такой богатый. Особенно, если в деревне живешь. У нас любить можно все сказать. Ну, я люблю хорошо поесть. Я люблю там покупаться. Я люблю там позагорать или что-то там еще. Все слово любовь. А в других языках там она меняется. По-разному. Сказать там любовь. А у нас одинаково. Любовь, любовь я люблю, люблю. Как бы собаке, хоть человеку. Да. Ну, вот так вот. Ко мне какие вопросы есть? Никаких. Так когда будете у нас в воскресенье? Через воскресенье. В неделю уже поста будет. Кто там готовитесь, кто идти, причастить все можно будет. Значит, там будет все у нас 14-го воскресенье, 21-го, 20-го, 21-го. Здесь будет месяц живой-здоровой будет. Ну, вот так вот. А от наших братьев-то есть какая-то информация, как они живы-здоровые? А что с вашими братьями? Ничего, все нормально. Там осталось их трое. Они в разных местах. Игнатия. Как это в разных местах? Нет, я имею в виду тех, которые там в местах на службе. Слушай, это. А, этих, мобилизованных. Ну, все пока там. Саша с этим, с Максимом, они в Ростове. Вдвоем месте, в одном месте. В одном месте. Но они разными занимаются. Они, это, Максим, шофером на большой машине. А Саша там он в комендантский взвод, что ли, там. Ну, то есть, охраной этой. А Никита в другом месте? А Никита, Никита за границей. Никита там, на Украине, где освобожденная территория. Он освобожденная территория, он там. Вот, ну, в боевых действиях он не участвует, но там он. Вот, помоги, Господи. Даже если вкусный хлеб он помогает делать, это уже... Он при храме, батюшка там унитогоинский храм, и батюшка его держит при храме. Он, значит, что-то там научился немножко у нас, что-то со свечкой выходить, там, читать. Вот. Да, он, наверное, и умел, но на церковно-славянском. А, батюшка, ты давай это все, чтобы церковно-славянский без ошибок читал, чтобы он учил, чтобы читал он без ошибок. Неплохо. Ну, вот, пока так. Ничего нет, как-то в отпуск, может быть, дадут отпуск. Ему положено отпуск уже, как бы, по времени. У них по закону два раза в год должен быть отпуск. Вот Максим сейчас в отпуске дома. До 12, так, наверное, встать где-то будет. У него. Ну, а теперь про ваших, батюшка. А? Кто там остался в деревне? Про ваших, кто из этих, из которых... Вы, которые приезжали. На лето прилетали, которые... Ну, осталось трое. Нет, четверо. Надежда Васильевна, Игнатий Тихонович, Володя и Николай Сургутский. Все. Курзмин. Все. Из Сургута, который? Да, да, да. Он приезжает... У него фамилия такая, Сургут. Я не знаю, какого фамилия. Курзмин. Курзмин. Мы его Сургутский, Николай Сургутский. Курзмин фамилия его. Курзмин? Да. Курзмин. Простая русская фамилия. Это, наверное, так. Что? Прописался, потеряет? Нет, я, говорит, приезжаю, говорит, я, говорит, здесь отдыхаю. Он работает с утра на вечер. Отдыхает. Время 6 часов, он уже там с этим стримером, что-то косят, травы там. Вечером уже 8 часов, 9-й, сейчас они еще тарахтят, там, тарахтит. Ну, вот так вот. Ну, что, ну, староста ваш, он, не надо говорить, чем он занимается. Рыба ловит. Да, рыба, это так. Синокост-то успели провести, подожди. Кого? Синокосту просили, техника старая, поломанная, просили молиться. Вот что это поломанная, техника, все нормально. Просили молитвенной поддержки. Какой, о технике, чтобы молиться, кого святому? Никола что-то тоит. Да тогда не было техники, он что в технике, он ничего не понимал. Как не было, этот, матрос упал на корабле, корабль-то техника. Совсем другая техника. Ну, ладно, я что, я не спою. Это на водах, а то... Я не спою. А? Да нет, святого нет. Да нет, конечно. О лошадях молиться, флодовую лавру там есть, о лошадях там, в лошадях. Карета там, это, как об этих-то... А техники нет, не придумывается. Заготовили сено-то или нет, такое нет? Ну, заготовили, заготовили. У нас сено Андрей и Женя Янчук. Двое только сено заготовили. Ну, погода-то хорошая. Ну, заготовили, заготовили, нормально, хватит там, что-то тоже. А не вернулись из Томска-то, Янчуки? Конечно, не в понедельник вернулись. Они же писали, люди писали, что на месяц. Они уехали в субботу, нет, в пятницу, а в понедельник они вернулись. Нет, все, приехали, рассказали, как там было свадьба у них там. Ну, это, наверное, посмотреть можно. Кто свадьбит? Пас, пас. Пас Яша. Яша, да. Свет, Яша, да? Ну, сын Света и Михаила. Так меня и не пригласили, я не свадьбит. Интересно, что-то. И меня тоже их не пригласили. Ну, что-то нас они презрели с тобой. Да. Говорит, а нас и не хватало. Двести человек. Там, говорят, двести тысячных человек было. Там одно родник. Там одно родник, больше полсотни. Понятно. Вот так вот. Я нянчился с ним. Да? Да. На Магадане. В Магадане. В Магадане? Он в Магадане еще родился? И сказали, тебя обязательно пригласим на его свадьбу. Забыли. Снова не сдержали, да. Я напомню, ладно. Сейчас вот так. Теперь согрешим шим же. Ну, что еще? Больше ничего так нету, все нормально. Батюшка, я скажу. Давай. Пока не ушли. Любовь Петровна очень тяжелейшим находится положение. Потому что сама она очень больная. Ноги совсем у нее отказывают. И теперь на ее, как говорится, уходе остается сестра, которая тоже уже скоро ходить не будет. Она просила молиться. Молиться о том, что уже наконец сестра замолилась Богу. Ну, может быть, Бог подает. Кто старшая сестра у нас? Батюшка, ну там нужен постоянный уход. Вот один раз приехать на время продукты привезти или прийти. Нет. Ну, может быть, сегодня один кто-то, завтра другой. Нет. Это надо, чтобы кто-то, может быть, сначала спросить у родственников. Как у нас было с Александром Ивановым Черняшевым? 4,5 года. Ну, там жила Любовь Николаевна. Всегда там это... И сестра была. Сестра за ней родная ухаживала. И Любовь Николаевна жила. А так мы прибежим, но этого мало. Веселый, всегда никакого запаха не было, ничего. Так что жили с ней рядом. А просто прийти, я уже думала об этом. Вот я пришла там или еще приходящий. Там уже не в том состоянии, что кто-то должен быть постоянный, нанятый человек. Что сделать? Ну, кого нанять? Или нанятый. Надо нанять. И службы же есть такие. Есть или нанятый, или сначала поговорить с родственниками. Есть племянники. Берутся ли они нанимать, ухаживать за ней? Потому что кому квартира остается? Надо тогда с ними как-то связаться. Они же будут потом квартиру уделить. Конечно. Они наследники остаются. Пусть они и нанимают. Если они отказываются от всего этого, тогда нам нужно будет думать или скидываться, или как вот это нанимать. Ну, давайте как-то там кто-то правил, нивелируйте это дело. Ну, я хожу, но... С племянниками, где племянники там, что... Обычно родственники нанимают. Надо ей сказать, если вы, значит, не будете, то мы, значит, будем дохаживать, и квартира будет наша. Ну, а как подумать? Чтобы их подвести... Потому что это не просто один раз прийти, это работа. Это прям как на работу к ним, уже каждый день. Люди требуют... Она не может не полы мыть. А еду приготовить? Ее купить надо, приготовить. Ну, это носит. Это служба носит. Там, которая просто приходит. Но они два раза в неделю. Два раза в неделю. Они два раза в неделю... Ну, так, кто может, свободно, придите, когда что-то... Ну, помогите, как-то там пол помыть, там, или что-то... Так их посещают. Лена вот ходила, окна мыла. Так-то посещают. Ну, все. Ну, что там можно... Ну, я, например, попасть не могла. Ну, с родственниками сезжать, как ты надо. Она мне не открывает только двери, все. Вот не открывает. Я вам скажу, Ольга не переносит верующих людей. Ни в какую. Она начинает страстно кричать. Вот им какой-то из суд защиты надо нанимать. Меня тоже не пустили. Я в домохун стояла полчаса и всяко разно. Она не пускает. Я вот сколько ухожу, я ни разу даже ее не видел. Ну, она к нам не выходит. Вот почему-то, что она... Я видела ее, когда банки забирала, она нормально была. А второй раз пришла, она не пускает. Ну, любят. Ты говоришь, на тебя кричит. Я даже ее голоса даже не слышал. Не знаю, как она... Одинаково говорят. Не отличить с Любовью Петровной. Так, похоже у них. Голос очень похожий. Я даже и по телефону отличить не могу. Ну, ладно. Все, занимайтесь тогда. Я покидаю вас сюда. Не покидывайте, Леонидович. Куда вы покидаете? Сейчас вы уезжаете? Да, сейчас я уезжаю и домой поеду. А, так же на автобусе? Ну, там... Сегодня, наверное, на полюсе поеду. Да, поздно же пробовал. Ну, что я буду? А, понятно. Мне надо это? Ясно. По делам. По делам. Еще кое-что сделать. Так, раз вопросов нет никаких, давайте. Спаси Христос, брачка, ангел-хранитель. Спаси Христос. Доклад его делать. Доклад его делать. Нет, брачка, я не доклад. Доклад? Да. Докладать не буду. Да, нет. Я просто хочу спросить. О чем брат Севастерин читал? Какое проповедь? Кто вспомнит? О! А Златоуст он читал? Ну, не прав. О, послание Хремя. Да. О, послание Хремя. Он родился. А о чем? Он еще только начал. У кого что осталось в памяти? Что зацепила? Какая фраза? Занятие, да? Мне, вот знаете, допала в душу его проповедь. Проповедь. Такое выражение. Вчера все любят. Когда речь идет об общей вере, говорит он, веры общей вашей и моей. И в чем, говорит, заключается общая ваша польза? И я имею нужду в вашем утешении, и вы в моем. Вот мы здесь, когда приносим жертву, угодную Богу, то имеем утешение друг в друге. То есть, я нуждаюсь в вашем утешении. Вы в моем утешении. И когда мы вот это приносим друг другу, когда мы имеем общую веру. Вера-то общая, когда она сюда пользует. А вера, где сделала мертва. А стало быть, мы должны друг другу помогать. Мы должны прийти сюда и общаться между собой. Рассказать друг другу о своих нуждах. И когда мы утешиваем друг друга, и тогда наша вера общая становится. становится общей верой. А вера общая, она та, как вот, это как ручейки наши. Каждого из нас веры, заливаются в одну общую веру. И тогда река уже приходит к Богу. Тогда будет услышана наша молитва общая. Теперь о себе. Благодарю вас, дорогие мои братья и сестры. Вы становились о мне. Значительно легче стало. Но вот, пока он еще с родом делал. Пока, не знаю, пойду ли я сдаваться нейрохирургам или нет. Но пока вот такая ситуация. Вы получите значительно. Спаси Христос. Еще прошу молиться. Я уже в прошлое воскресенье упоминал. О своих родственниках. Которые, вот, как бы, я даже и не знал. До которого уже. А здесь нужда их заставила обратиться ко мне. И по плоти, что нужно было сделать, я все сделал. Помните, я говорил о том, что вот, Мечатый племянник, он был призван в первую мобилизацию. И 12 мая он получил минно-осколочное ранение. Это уже было второе ранение у него. Когда была повреждена нападка, Она почти пересечена у него. Осколки там остались. И вот, 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 он обратился вот уже в середину отпуска. Была ему дальний отпуск. Он прошел через госпиталя. Последний был в Григорий Бурге. И обратились ко мне за помощью, что вот, нужно обследоваться. И, может быть, решить вопрос о том, чтобы его либо комиссовать, Либо довести до такого состояния, что он может нести службу. Ну, когда рука не поднимается, не сдать ни вперед, какая служба. Какая служба, я не знаю. Мы уже все это сделали, обследовали. И как раз за день, до, или два дня до того, как мы пришли к администрации поликлиники, чтобы его госпитализировать, нам сказали, что вышел указ министра обороны о том, что запрещает госпитализировать в лечебную сеть здравоохранения общей сети. То есть, только в гражданской, то есть, только вот военной. Так он теперь уже поехал туда. Вот. И вот уже после этого, как я все сделал по плоти, что называется, для него, для его родственника, для жены, для матери, как-то сложилось так, что я стал им говорить о вере, о спасении, о том, что Господь все посылает не случайно, что это у него такое, да, спорвемся, да мы, да, еще, я думаю. Это оптимизм, это хорошо, но если оптимизм мы в вере, основан на вере, тогда это другое, это важно. А так, по плоти, что ты можешь делать? Ну, получишь еще раз, вот, был без сказки, и для него пронесло. Без сказки даже, Господь его верил. Ранение только вот такое. Ну, и с ним, в большей степени, теперь я общаюсь с его женой, с Натальей, ее зовут Наталья Владимировна, ее зовут Надежда. Я прошу молиться, чтобы Господь даровал им веру, и Денису, Наталье, и Надежде. У него двое детей. Вот, вроде как, крещеные, и Денис, и Наталья, про Надежду не знаю. Но, она пошла в храм, стал молиться, и была на исповеди. И, что меня удивило, она сказала, что батюшка ей от причастия к причастию не допустила. Ну, это уже заслуживает уважения, батюшка. Почему? Я говорю ей, что ты задумайся, и подумай, почему и как. То есть, нужно все грехи свои исповедать, и меняться во всем. И в облике, и в деле, разрастать. А не допустила пятимьюка быть налаживала, или что ли, просто? Да, теперь не допустила все время, да. Вот. Ну, я ей убеждаю, чтобы она с причастием как раз и не спешила. Я все объясняю по слову Божию, что немногие болеют, недостойно причащаясь, и немало умирали. А они здесь, что ли, родственники, или по телефону родственники? Они живут здесь, Надежда, мать его, а жена и он, дети живут в Ростовске. Вот такая ситуация. Так что прошу молиться о них. Ну, вот, вроде как подвижки есть, и уже опять запнулись за брюки. Ну, теперь она уже согласна, что ради спасения души детей своих, мужей, своей души не стоит тянуться за клочком тряпки. Так вот, некоторые, так сказать, семена начинают вроде прорастать, чтобы не заглохло это в сорняках, или, чтобы почва была нужна для возрастания семьи. Помните имена Дениса, Наталья, Надежда. Еще у нас было событие на прошлой неделе. Наш брат, дорогой, испытал на себе вузы. Правда, короткие вузы. Брат, расскажи нам, потому что мы все волновались, переживали за тебя. Скажем так, приключения, ну, такое. Началось еще по весне. По весне, ну, если с самого начала, это было 14 мая. Как раз накануне, когда Алена у нас тоже на следующий день. Алена? Ну, Лена. Елена. Алена умерла. Хорошо. С Еленой тоже тогда случилось. Я думаю, ну, надо же, что это за череда пошла. А я во дворе собственного дома снес шлагбаум. Ну, тут какое, правда, никакого. Ты еще в мае снес его? Конечно. Дело поддавное. 14 мая снес. Ты собственный шлагбаум. Да, мой личный. И еще. Ну, в доме, там дом, большой дом. Давайте, я буду по порядку. Во дворе дома. И все будет понятно. То есть, причем это какая? Поторопился, невнимательность. То есть, скорее, скорее, эх, проскочу. Ну, кстати, я так проскакивал много раз. Авось, да, называется? Что? Авось. Авось? Ну, в общем-то, не авось. Тут достаточно... Бунтерин. Больше процентов, чем авось, да? Тонкий расчет был. Всегда проскакивал каким-то образом. А тут не довелось. Нет, просто предыдущий водитель, который... от меня проехал. А я хотел за ним. Он нажал на кнопочку и шлагбаум быстренько закрылся. Вот. А я на скорости думал, ну, сейчас. И слышу скрежет хруст. А у тебя есть кнопочка эта тоже? Нет. А что ты за ним проскакиваешь? У меня была цена кнопочка. Я вот и схитрил. Это интересно. А почему у тебя нет? Ну, он может специально. Ну, я там сейчас не живу, как говорят. Я там временами бываю. Так что я и... И не взял. Раньше у меня был, когда я там живу. А теперь я там временами только... Ладно, думаю, не буду ее... Получается, то он виноват, раз нажал тебе по голове. Нет, все виноваты, я прав. Нет, вина даже не в том, что я на него налетел. В том, что это ДТП. Потом я начал разбираться. Если шлагбаум сбивается или там какое-то повреждение во время движения автомобиля, это 100% ДТП. А в таких случаях вызываем полицию, оформляем там все, что необходимо. Но я вышел, мачта погнута, даже лопнула алюминиевая мачта. Понятно. Опять же, если бы... Вот столько вот таких если бы... Если бы я снял свой багажник с крыши, я бы, как говорится, проскочил бы, мачта бы скользнула по голой крыше, ничего бы не было. А самое главное, если бы ты молился, я сенил бы крестным знамени, впереди. Тогда этот шлагбом бы там вообще не стоял бы. Потому что дальше я раскручиваю это дело, я начал разбираться, он стоит там вообще незаконно. Ну, закон и незаконный, это уже другой вопрос. Здесь ГИБДД. Есть место ДТП, есть заявление от жильцов дома. Пострадавших. Чем они пострадали, каким образом, я не знаю. Деньги вкладывали на него. Они ничего не вкладывали. Они не владельцы, не соучастники, они вообще просто свидетели. Но они себя позиционируют, как, я не знаю, пострадавшие. Ни машины, ни люди, никто не пострадал. Вот, ну, они сразу все повыскакивали. Я здесь же тоже давай разбираться. Вот, часа три мы, наверное, разбирались. Ну, решили, я шлагбаум буду восстанавливать, там, посмотрим, какими силами, средствами. Вот, и уехал. Они вызвали полицию, полиция приехала, составили протокол, что там еще нужно. В конце концов, меня... Но они не говорили, что вызовут полицию, я так понял, да? Говорили. Говорили, вызовем. Я говорю, ну, вызывайте. Я им оставил телефоны, все. Ну, я как-то это не воспринял всерьез, говорю, ну, вам надо вызывать. А им это надо было. Нет, а вот, знаете, любители, как говорится, все на свои места поставить и прищучить всех, всех и всем. А дорого стоит, что? В зависимости от конструкции и от всех опций. Вот этот уже ничего не стоит. Он старый. Вот, рухлядь настоящая. Во-первых, он ни у кого на балансе не стоит. Он поднимается от кнопочки. Он поднимается и опускается. Это все, что он может. Вот это да. И то, зимой он стоит, как зенит вверх смотрит, и не работает вообще. Он замерзает. То есть он работает только летом. Это говорит о его неисправности. 100%. Почему? Ремонтировали его собственными силами. Это опять, я вот начал разбираться во всех юридических вопросах. Там столько нюансов. То есть этот шлагбаум надлежит, скажем так, демонтировать. Я, кстати, бумагу достал в администрации района Октябрьского, в котором есть постановление. Шлагбаум нужно демонтировать. Но они подошли к этому делу довольно формально. И представитель, видимо, их не пришел, посмотрел, что шлагбаума нет. И они выписали следующую бумагу. Шлагбаум демонтирован. Я когда на суде это представил, я говорю, шлагбаум-то стоит незаконно. Вы говорите, хотите приобщить это к делу? Да, приобщаю. Судья посмотрел, говорит, а когда его демонтировали? Ну, говорю, так я его и демонтировал. Вот и все, чистая формальность. За что посадили там? Посадили за то, что я... Нет, подожди. За то, что я оставил место ДТП. То есть надо дождаться полицию, а лучше еще самому вызвать. Но если это невозможно, сам нарисуй схему, все на свете. В общем, по ДТП есть определенный алгоритм действий. Мне вменили несоблюдение правил ДТП. А это карается либо лишением прав на год-полтора, либо арестом на 10 суток. Ну, учитывая все обстоятельства, посмотрели на меня, посмотрели на дело и дали мне двое суток, так скажем, милостиво. Но могли дать вообще одни сутки, потому что у меня еще перед этим были сутки ареста. Когда я явился в полицию, уже, скажем так, чтобы меня препроводили на дальнейшее, ну, не то, что с повинной, по вызову пришел. Все, я, как говорится, сам явился. Когда меня привезли в участок, полицейский говорит, сам пришел? Я говорю, конечно. Ну, говорит, посмотрел. Ну, говорит, договоримся. Я говорю, договоримся. То есть вы по закону должны здесь сидеть до завтрашнего утра. Ну, в клетке там у них. Вы, говорит, придете завтрак в 8-й? Я говорю, конечно, приду. Если ничего не случится, я приду. А этот полицейский, который меня привез с капитоном, говорит, а что может случиться? Ну, мало ли, мы же не доживем до утра, терпичный голод, что угодно. Ну, все, божья воля. Я говорю, ну, все, что в моих силах, естественно, я приду завтра утром. Вот. И меня дома отпустили. Я утром появился. Часа 2 или 3 я прождал. Потом поехали на суд. Вот. И на суде тоже еще сколько сидел. В общем, я в это время и написал в чат. Я еще думал, написать, не написать. Я так не люблю о себе заявлять. Думаю, ну, ладно, лучше напишу, а то будет... Маленько пояснил, а то мы не знали, то ли ты голову там пробил, то ли ты что сделаешь. Там я уже объяснить не мог, потому что дальше у меня все забирают. Я... У нас был прецедент с братом Сергеем Павловичем. Я сразу подумал, думаю, из-за машины что-то. Да, да. Ну, и все, суд прошел нормально. Как говорится, нас подбило ручники. Ну, и там компания-то подобралась такая интересная. В основном-то подбирают алкашей, бомжей, пьяниц. И в эту я компанию, в эту компанию, я попадаю. Еще наручники мне надевают. И... Ты что? В паре, в паре с другим. Вот, а еще на суде пока сидим, ждем. Смотрю. Сначала не обратил внимания. А у этого товарища, ну, такой он, махровый, пьяный человек. Пьяный? Ну, они, да, все, как говорится, с бодуна. Такие, кого на лавочке подобрали, кто шел, шатался. В общем, подлетают сейчас. И всех в суд. И всех на административный арест. Раньше, когда были вытрезвители, они сами рассказывают, вот как было хорошо в советское время, потом то, то, и все. Они, в общем, там прописаны, эти люди. Глядя, подвозят, глядя, сажают. А вот сейчас, через суд, все это такая понетель, долго и нудно. И вот я сижу, смотрю. И совесть просыпается. Не обратил внимания, а у одного на штанине, в спортивной брюке написано, по-английски, Essential Fear of God. Блин, ничего себе. Ну, Essential, эссенция, слово знакомое, да? Эссенция, то есть концентрат. Концентрат. Что-то такое. А дальше Fear, страх, of God, Бога. То есть, концентрированный страх Божий. Я его спихаю, говорю, ты знаешь, что это написано? Нет, не знаю. У тебя написано, настоящий страх Божий, понял? Вот что нас, говорит, сюда привело. Бога не боимся, или забываем, поэтому отступаемся. Ну, все. Ты специально туда Бог послал? Началась проповедь? Может быть, нет, но я, кстати, мог выбрать. То есть, у меня даже выбор был на суде. Судья мне, оглашают, то есть, по вашему случаю, либо вы идете под арест, либо лишаетесь прав. Ну, конечно, под арест. Ну, как знать. Как знать. Что пережил? Я говорю, мне в следующем году будет ровно 40 лет в медовщине, как я получил права. И за все это время ни разу, ни одного инцидента не было. Вообще никогда. Ну, если не считать это мелочи, как в 15-м году, например, в лужу сего помните? С потеряем приехали, брюхол за так, что... Где-то похвалился, налево сгорделся. Барабаши меня вытащили. Потому что 40 лет в аварию не попадало. А это уже все, проехали. Нет. Ну, может быть. У тебя язык. Может быть. Нет. Издание. Ну, и все. В общем, пошел по этапу. Ну, там длинная процедура, оформление, медосмотр, тоже в плесле посидели, потом чушь, прожарка одежды, много чего. И, наконец, камеру, все. Ну, наконец-то. Можно присесть спокойно. Всего меня раздели, все шнурки, пояски с меня сняли, все ремни. Все. Все. Все сняли. Всего общения сняли. Крест. Нет, нет. Это оставили. Слава Богу. На кресте не задушишься. Ну, да. Все. И в камеру. Захожу в камеру, чистота, порядок. Ну, и вообще, там зона такая очень приличная, я бы сказал. В камере чистота, полдеревянный, не скрипучий. Ну, все. Нары. Нары, двухъярусные, две кровати, вот такие сварные, грубые, жесткие, и все между собой сварено. Ничего с места не сдвинешь. Ну, и лежит там маленький отрок, ему 18 лет. Ну, поздоровались, познакомились. Его Виталий зовут. Он попался тоже за рулем, но пьяный. 18 лет, еще и без прав. Он еще вообще не получал. Я говорю, ну, ты так можешь их лишиться, заранее. Не получив, как этот фильмик, кто из-за того, помните, Сбермондо. А потом, чуть позже, еще одного подселили. Тому 31 год. Тоже постарше, вроде, помудрее, но попался на том же. Пьяный, без прав, но его уже лишили прав. Вот такой вот консингент. Но главное, что в одну камеру посадили всех автомобилистов, а всех бомжей туда дальше. Ну и вот, этого тоже на двое суток. А тот малой аж на 10 попал. Он до сих пор еще сидит и его только завтра выпустят. Сколько раз было? Чесверо? Трое. А тебе всего двое дали, да? Двое. Ну, то, что ты никак... Из-за того, что ты не остался на месте происшествия. А так бы тебе штраф выписали. Вообще бы ничего. А может быть и не было. не было бы еще даже. А вот насчет того, что шлагбаум стоит незаконно, это отдельный разговор. Тут надо еще разбираться. Тут и с соседями трение, и с администрацией выяснять. А с соседями-то дам мне трение? Нет, нет. Я, в принципе, их даже и не замечал, этих соседей, но тут они повыскакивали. И столкнулись. Валер, а это из-за детей, да? Чтобы во двор не заезжали? Или для чего шлагбаум? Нет, нет. Шлагбаум поставили еще лет 10-12, может быть даже больше назад, когда еще под Шпилем был Паттерсон. Помните, какой магазин был? Паттерсон. Да, был там. Паттерсон устроил просто какую-то по-ленинскому перевалочную базу там у себя, склад, разгрузка, машины подъезжали днем и ночью на разгрузку, шум, крик, грохот постоянный. И в прямом смысле не пройти, не проехать. И, кстати, моя Лена начала... А ты как раз там живешь же, да? Ну, жил там раньше. Жил, да. И моя Лена, Елена Юрьевна, как раз тогда и начала разбираться, говорит, порядок не ведите, в конце концов. И она же тогда бегала, даже по судам, до судов дошли, мы судили с этим Паттерсоном, чтобы непорядок не ведли. Во-первых, тишина, чтобы машины как-то по порядку заезжали. Вот тогда Паттерсон поставил шлагбаум. И то не сразу. Несколько раз мы на суд ходили. И она же пообещала, говорит, мы в Москву не писать. Ты сам себе гильотера поставил. Да. И теперь мне вменяют, что я чей-то шлагбаум сломал. Да, они сейчас, они сейчас за много лет стали собственниками теперь шлагбаума, потому что они его ремонтируют, вот видите. Ах, вот оно как. Вот оно, здесь же и век учился. Ну вот, пожалуй, все. Главное, что ты же проповедь. Да, главное, что проповедь была. Да, там беседы были. Братья, можно я быстро? Ну я отдохнула. Хорошо. Благодарю. Мы начали 1 Коринфян 3 главы, я не буду вставать, так с места просто. С 9 стиха. С 9 стиха. И там, вот глядите, 9 стиха, он вот так начинается. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Божья Нива, Божье строение. И начинается о том, как строить. А до этого говорится, а до этого говорится, о чем говорится-то здесь. То есть, почему разделили пополам главу, вообще непонятно. А тут вот о чем говорится. И я не мог говорить с вами, братья, с 1 стиха, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. То есть, вот это, да, апостол Павел начинает. Ну, зашел бы, как обычно, Игнатих, начали батюшки, и говорит, я вот смотрю, вы все плотские, никто не причастился, ничего, вот так вот и так, вас по щекам. Ну, как бы, я говорю, ну, бачка этого не сделал. А вот апостол Павел говорит о духовном, и дальше, я питал вас молоком, а не твердой пищей, это плохо оказывается молоком-то, очень мило. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, а когда будете в силах, непонятно тогда. И дальше, третий стих, потому что вы еще плотские, то есть, это, ну, это вы из уст апостола, вина. Такая вина страшная человеку. Ибо если между вами зависть, о, споры и разногласия, нам надо еще выяснять, кто кому завидует, почему, плохие отношения у людей к Слову Божьему. Потому что зависть, ведь и споры, что мы спорим? Вот мы что спорим? Что мы спорим вообще? Никаких споров не должно быть. Споры, это вообще страшное дело. Они до ярости доходят написаны. И разногласия. Не должно быть разногласия. Единодушие, единомыслие написано должны быть у нас. Что? Что? Что опять я не так скажу? Нет, нет, ты все помнишь. Ты к нам обращаешься, а я к тебе не говорю. Я вообще обращаюсь, да, к нам, первую очередь, потому что у нас община. А вообще, вообще обращаюсь к тем, кто разделил эту главу. Извините, как ее можно было поделить-то? Ну, поделили, ладно, пополам. Там 21 стих, ну, почти. И вот, и не по-человеческому ли вы обычаю поступаете? У нас все должны быть не человеческие обычаи, а христовые. То есть, любовь должна быть между братьями. Ибо, когда один говорит, я Павлов, а другой, я Павлов, вот что мне, Аполосов, то не плотские ли вы? Понятно, поэтому смотрите, кого вы берете своим учителем-то? Кого вы отец, отец называете? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. Уверовали через, называйте отцов его? Ну, тогда подождите, смотрите на него. Он уверовал через Господа? Через кого? И вы должны так же веровать. Чувствование во Христе Иисусе должно быть. Которых вы, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вот смысл какой теперь. А одни, которые вы веровали, пишут 38, уже 42 книги, еще там в интернете, а другие просто спорят все время. И дальше, я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, то есть взращив, растит Бог, вот так. Насадил, поливал, семечко бросил, полил, это еще ничего не значит. Батюшка как раз об этом рассказывал. Пока Бог не дал этой воды-то. Посему, то есть получается, на огороде ты еще хозяин можешь полить, а если большое поле, это можешь полить, но сколько денег будет, так люди даже не делают у нас. Поэтому называется у нас земледелие рискованное. Рискованное. Рискованное земледелие. Да, вот так. Посему и насаждающие, поливающие, есть ничто, все Бог возвращающий, ну, то есть взращивающий. И дальше, насаждающий же, поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Завидовать не надо друг другу, кто там сколько написал книг, а ты ходишь, молишься, и кому-то пошел, помог. Ну, понятно, даже неверующему. И теперь дальше, девятый стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божие, Нива, Божье строение. Вопрос у меня. Почему Нива и строение упоминаются здесь апостолам в одном контексте? А в одном и том же говорит Нива, Божье, то есть поле и строение. Чем они одинаковые? Чем одинаковые? Вопрос. Возрастание, строение возрастает, и Нива возрастает. Да, да, да. Возрастание вере. Возрастание вере, то есть это строится конструкция Господом. Дом, он говорит, домовладыка, домостроительство Божье. Домостроительство. Поэтому он тут сначала говорит попроще о Ниве, а потом сложнее. А почему там дальше о храме говорит? О храме, который мы и есть храм. То есть мы получается и Нива, и строение одновременно. Что такое? Божье Нива, то что у нас трудится над нами. А строение, то что мы возрастаем. Не все. Я так же подумала, что Нива нас поливает, а мы уже растем, строим на этой почве с помощью кожи. Можно так подумать? Из чего строим дальше? Я очень рад, что вы начали думать хотя бы. Дальше на этом я успокоюсь. Вот Сергей сказал, дальше там начинаете думать. Он правильно сказал, то что оно возрастает. То есть оно, конструкция растет. вот ты своему ребенку дала кубики там какой-то пластинки и все, набор какой-то. Вот так вот подала ему и все. Или там вот как сейчас складывают картины-то вот это. Пазлы. Все. Вот нету там ничего, вот нет, кучка какая-то. А теперь этот ребенок у тебя начинает делать, он смотрит на какую-то картинку, ты ему подсказываешь и вдруг начинается что-то строиться. Понятно? И здесь тоже Господь взял очень похожие два очень известных символа здесь на земле. Первое это поле, которое растит нам жизнь, ну мы питаемся, мы понимаем, оно вырастает. Вот такая семечка, оно умерло и начало вырастать. А здесь должно быть в земле основание, на котором строится дом. Основание, вот не песок, что все упадет, а основание, оно растет вверх. А теперь смотри, как строишь. Понятно? Вот хорошо, что начало, то в голове я таки подумал, думаю, не до конца каждый соберет это строение. И я хочу сказать, что когда учился даже в институте, то у нас научный коммунизм был, и когда начинали говорить, какая будет жизнь людей, социум какой будет? Городами или деревнями или что? Нет. Значит, будут колхозы и будут большие города, но они будут расти только вверх. То есть здания будут огромные, до километра, может, больше даже здания. И, а как они так будут, как они будут держаться или что? И нам объясняли. А вот как колос держится, колос длинный, а кого там тоненький, а витраж тормей, он стоит. и почему? Эйфелева башня, это кость человеческая, берцовая кость, и Эйфель, как инженер, разобрал вот это все медицинское, а вот эти, которые сейчас идут в огромные здания, там вот это, или яб какой-то, там вот, 880 метров, они сделаны по образцу колоса или бамбука. Понятно? То есть идет какая-то член первый, потом идет связка, суставчик этот, опять членчик, суставчик подвижный, и так-так, до конца, и там внутри тросы натянутые, а в растениях это растут единые вот такие из растительного волокна жилки, мы просто их не видим, в бамбуке и так далее, они идут через все, до конца, через все, через все эти коленца, вот так вот. Вот отсюда мы это все берем, то есть надо видишь, инженерную знать и медицину, и архитектура оказывается, а Господь нам все это показывает, подсказывает, как это делать. И кстати, основание делают огромное, апостол говорит, основание положил, вот основание, там допустим, нашей этой башни, этой, ну, которая телевизионная, это основание, там что-то 200 метров и в глубину, там 60 что ли, это все залито бетоном, эй, как вы, эфелева башня, как она называется, башня, останскинская башня, вот она тоже по образцу коленчатых сделана, там тоже тросы идут, внутри, вот так, ну все, не буду забивать, а то сейчас закричите, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты, основанием, которое положил сам Господь, камень положил, да, когда про основание говорит апостол Павел, я положил основание, это не значит, что он положил основание, основание он положил, потому что ему силы дал Господь, вот такие силы, как у него, и он, и он может проповедовать идти, вот я поехал в путешествие, я там никого не застал, ну там посетил сестру, там все, перекрестился, когда заходил в воду, ни с кем не забеседовал, ничего, нету от меня никакой пользы, апостол Павел бы куда-то поехал, он не просто так, вот как мы сегодня читали, кстати, что я вспомнил, он говорит, если ты куда-то поехал, в путешествие, говорит, Златоуст, то ты уж там начинать трудись, не просто так путешествуй, а мы, говорит, сейчас просто так путешествуем, это если тогда, четвертый век, они просто так путешествовали, куда они там путешествовали, то мы-то сейчас, кто во всем, увидела на фотографии июля не скинула свинчание там лена сокольских двух платках всего два человека сообщены было двух платках у нас которые она сказала я являюсь здесь как бы посланником общины нашей поэтому я по форме одета юбка до пола два платка я так не думала я думала мне показалось а если ли беседу она должна быть сама делась она на фор по форме на службе стояла так что дочь Валерина июна так удивилась у меня ничего не слышно я тебя поздравляю когда мы уже разговаривали с батюшкой подходили там он вы наверно из потеряете ну это потеряешь ну это потеряешь когда он смотрит да да а вот о крещении то никто ничего не рассказывал ну никому не интересно тот раз никто не спрашивал почему-то и рассказывали ну выставлено в интернете а ну в интернете многие в интернет у нас не заходят ну тут никого и нету кто не заходит тут никого давайте в следующий раз уже один раз ну конечно конечно какие вопросы так значит занятия будут нет останется кто-то вот кто здесь а вы не остаетесь ты считаешь это позанимались да ну в принципе да это уже похоже похоже да похоже да хорошо разуждали да ты завел не похоже да давайте покушаем и домой давайте дома покушаем да нам тут тоже недалеко в принципе когда машина то есть то что еще бы вертолеты скоро появится так вообще не будет приехали только вылупились хоп назад в трубу и опять мы же телепортация ооо правильно телепортация никто никого не видеть не слышит там что-то мелькнуло там святыми упал все не надо мне это лучше и каждый на дому можно по компьютеру открыл службу посмотрел да 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 там прилетело а Виктор Андреевич братья братья жертву общения братья братья пожалуй срок 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 до свидания мы были на службе секунду и исчеты пролетели вот на свадьбу по 200 человек собираются а общину организовать вот чтобы слово божие что на свадьбу нужно и нельзя без плотков да ну можно да они там лагерь организовали я думал там сказать занятия на свадьбе и лагерь детский там у них есть верующие ой не надо мне ничего этого рассказывать ой 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 это какую-то дырку делали для того чтобы упасть у моста я видел я видел это страшное дело несколько раз просила ну ничего не надо но он сам все хотя бы молиться так и конечно господь ему дал силы когда все физиологическое правление папе что а то есть этого не еще не туда нет понятно когда вы начинаете говорить про туалет тут такое дело на это готовит надо все это сделать и накормить и присмотреть чтобы она не упала ночью не встала но в общем-то это спокойствие очень большой большой тяжелый крест не так что молитесь о нем чтобы господь он уместил и чтобы он не возрождал диме приходил друг на день в мф он плакал у него жена в таком состоянии он несколько лет уже внезапно у нее инсульт и все и у нее полголова открыта чтобы давление это не ставлю не просто нету там пуска черепа и она вылазит что туда и сюда он за ней вот и он плакал и она ведь я уже вот не могу но она стала верующая и когда-то проповедовала она горела даже не подходи у тебя крест я не могу терпеть а потом после этого у нее у нас все в иконах вот у нас все в иконах она все время молится и молится и молится но за ней так тяжело ухаживать мне тут сил нет мне же работать надо чтобы деньги еще заработать мы вчера с батюшкой вояж сотворили до черемного черемного технику батюшка светил у андрея отчана фермы заехали посмотрели дом который строится надеюсь в этом году что закончат строительство там что то все меняется какой дом купили купили где а можно я договорю я просто ну давай ты поговори что ты обиделась что ли нет ну давай дальше ну скажи что другой дом или еще что просто красивый давай говори Леночка расскажи пожалуйста где купили дом и этот строят еще зачем столько домов хорошо вопрос 3 да один дом строится Дарье Дарье Андрею Евселию и самая главная интрига это у нас назвали конец второго моего внука родственного можно я договорю я ничего не понимаю ни слова не хочу сказать как так Лен ну это судьба оратора такая его всегда будут любить припись мне кажется это просто не уважение ко мне я раз в жизнь раз в год встаю что-то говорить и надо обязательно в это время что-то я не могу рассказывать быстрее почему я не могу рассказать да ты рассказывай просто и все общее такое состояние я не могу собрать мысли если вы можете я не могу так я волнуюсь благодарю в общем дом строится Дарье Андрею Евселию и Николая назвали второго сына Николая Андреевич все записали теперь можно молиться о Николае крещение Андрей сказал будет так же в потеряльке поэтому не спрашивайте когда крестить отец сказал так потеряльке значит через год будем надеяться что нас будет дойдет до крещения нашего маленького братца дом я приобрела дом во Власихе пригород Барнаула для себя я на себя его оформила те вот я квартиру когда дождалась вот пять лет дождала квартиру квартиру продала сразу на эти деньги мы сначала начали строить мне дом но потом решили что дети на этот дом потому что там очень хороший участок место такое а я говорю да мне надо что-то поменьше и подешевле потому что когда начали строить выяснилось что это очень дорогое удовольствие что-то строить вот у меня в интернете спрашивают вот ты там строишь а как а что это очень дорого поэтому никого не советую в общем долго я получается искала полтора года искала этот дом вариантов много смотрела и с Игорем Юрьевичем и с папой Андреем мы ездили там все это вот ну цены просто бешеные здесь думаю случайно зашла в интернет давай-ка еще раз гляну сразу же с работы все бросила поехала сразу смотреть там уже выходят люди тоже уже смотрят и думаю ну опять наверное мне ничего не получится ну как-то так все сложилось она хозяйка когда увидела у хозяйки четверо детей маленьких то есть такой дом ну как бы там все для детей есть я сразу об этом подумала она говорит а мы вас увидели ну обрадовались что верующий человек будет вот и мы говорит молились с мамой в общем мы друг друга нашли да дом на два хозяина ну интересно как он разделен не вот так как обычно да поперед то есть наши окна выходят на улицу а окна соседи уходят на наш огород ну там вот так ну там вот так ну там вот так ну я ролик выставила а ты не целиком его выкупила а половинку дома это полдома полдома ролик в интернете стоит и дома нового который строится и освещение техники и освещение дома батюшка вчера светил мой дом все я теперь наконец-то то есть сколько мне 43 года мама у меня там со слезами наконец-то у тебя свое жилье вот то есть он будет зарегистрирован на мне все и пока строится у Андрея с Дарьей дом там живут в моем доме живут Андрей с Дарьей со всеми детьми там соседи кто да ну кто люди ну соседей как-то они нет вообще огород так там если у них в отбор вот ходит что ну в смысле у них в окна вот ляночка стоит ролик ты посмотришь я же говорю все сняли засняли специально для вас да все все собрали благодарю спасибо Христос хочу коротко скажу не буду там не задавайте вопросов ничего короче говоря я тут плаваю знаете да вот я плаву на тот берег на этом берегу уже ну 4 года я здесь плаваю и вот тут вот загорает ну мужчина на здоровье мужик очень ну прям 150 кг не меньше огромный и мы так с ним пересекались в воде просто ну он удивлялся потому что я там в холодной воде плаваю туда сюда ну он постоянно загорает чуть-чуть плавает там 10 минут и все а я только плаву я не загораю вообще я захожу в воду поплаву вышел и уехал и вот перед тем как это после того как я приехал с крещения на следующий день считай он переплыл на мою сторону и меня дождался там давай ведро мое кидать я там ведро беру чтобы ноги сполоскать давай его там бросать что-то туда я выплыл говорю за ним милости что такое давай меня обзывать орать начал ну короче веснование настоящее и говорит больше чтобы я тебя не видел чтоб ты рядом со мной проплывал я говорю это у меня все тебя убить внутри ну я вам о христе рассказывал конечно там он не сторонник вообще работать не любит ничего такого не любит жизнь должна быть в удовольствие ну в удовольствие в удовольствие я что что его когда зацепило понятия не имею последнее было он тут ходит живет там подальше я проезжал мимо говорю подвести нет и он на меня из-за этого разъявился просто страшно не знаю в чем дело там не знаю короче и вот после этого что-то не знаю я ничего не слышал от него такого и он говорит я тебе машину сожгу тебя убью ну в общем надо подальше то нельзя оставать имя то его известно тебе нет не известно ничего не ничего не знаю так вот просто вот ну господь знает как снато что нам молиться надо что господь усмирил его и сохранил нашего брата Игоря да в чем дело там не знаю ну вот что-то не понравилось ему то есть это серьезная так сказать ситуация поэтому надо обязательно смотреть да я тут думал уже про полицейских и так далее думаю как бы ну полицейские тоже неплохо но первое это нашего ну да молитвы это утешение еще не обращался никому я поймут мы должны сатана утешить и главное после крещения понимаете ну тут понятно сатан не просто так ясно он никогда такого не было чтоб себе позволил он так всегда вежливо так все здоровался там а здесь ну просто я понял что это не он не этот человек там же можно с другой стороны встать почему ты с ним с другой стороны ну как он тебе в воде то он когда плывет ну не доплывай до него а что мы там сомневались что ли ты как маленькая правда ну да потому что с причиной тебе вред если ты к нему близко не подходишь просто держи дистанцию все отплывай не подплывай успокойся да успокойся слушайте сейчас ты видать очень далека воды утешает тебя внутри не утешли нет я не против она какие-то советы дает да как написано космической же глупости называется да нет вы перебиваете я готов на это хоть вообще кто-то встать да говори речь какую-нибудь вообще рассказывай рассказывай ладно не будем обижаться да ладно давайте болеть человек да достойно есть такого истину вложить тетя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения с Серафим безыстрения Бога Слово родшую сущую Богородицу Тя величаем Богородицу Господи защити Родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних расприй от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас Господи Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог и Егова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче Господи научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава честь и поклонение Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь спасибо Христос спасибо Христос спасибо Христос спасибо Христос просто разберите просто разберите сестры может кто кому пойдет там сестрам давайте у нас была Екатерина Тимукова она у нас в Крещении она говорит как у вас духовный прирост в общине как там у вас люди новые приходят или нет вопросы такие задают я говорю к вам хочу на Рождество да не стоит им приезжать с какой смысл если она тут же развернется опять пойдет на поезд она же уже там приезжала вечером утром нет вечером приехала и утром уехала все не понравилось ей как Игнахид значит на ней желательно разговаривался услышал она не все они